Приветик, ты на канале Magic Pets. Пиши нам коммент больше четырех слов. И ставь лайк. И подпишись, потому что наша мечта три миллиона. Ау. А спонсором нашего выпуска является канал Мьюз Ньюз. Там выкладываются самые смешные подборки с котиками. Самые необычные и очень смешные ситуации с котами. Вау, смеяться можно действительно целый день. Ахаха. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Мьюз Ньюз. Там как раз вышло новое видео. Так и с Алисой. Ага. Короче говоря, мой парень. Это было обычное летнее утро. Я спала и вставать не хотела, потому что мне снился очень классный сон. Ну кто встает рано на летних каникулах? Напишите в комментариях, во сколько вы просыпаетесь. Но потом вдруг сквозь сон я услышала, как ругаются взрослые. Я побежала к ним в комнату узнать, что же там случилось. Ну и что вы думаете? Заглядываю я в дверь, но пока не захожу, чтобы подслушать. И слышу, нет, этот жених Юми не подходит. А вот этот неплохой. Шатикоттичок, какой еще жених? Я бегом к ним, а они. Мы решили нашей Юми чё найти парня. Да, пусть лучше это сделаем мы. Мы же и родители. Юми, если что, я была против, я тут ни при чем. Все, тетя Софья, ты меня предала. Я же говорю, это их идея, а не моя. Ты была мне единственной другом из взрослых. Я не остаюсь, что я не верю. Я не верю, понятно, перестань рать. Ладно, вы тут уже и анкеты приготовили. Вы что, все кукухой поехали, да? Они, да, я и я нет. Между прочим, мы даже тебе выбор предложим. Да, Миша? Да, мы с твоим папой Эйвоном выбрали кандидатов тебе в женихи. И сейчас мы их тебе покажем. Кандидатов в женихи? О, мой собачий бог. И вот тут реально начался трэш. Они серьезно стали показывать мне выбранных парней. И первый наш кандидат это Сергей Петрович. Он довольно старенький, но зато он очень богатый. А значит, может тебя обеспечить. У него своя сеть салонов красоты. Ну, по нему видно. А это Николай Иванович, он чуть помоложе. В разводе двое детей. А я выбрала тебе Макса. По-моему, он просто милый. Стоп, вы что? Нет, Софи, никаких этих разгильдяев Максов. У нас еще куча кандидатов. Мы сейчас всех покажем, и Юми сможет выбрать сама. Сама выбрать, да? Выбрать сама, да? Да идите вы нафиг. Юми, вы не меняете. А мы что-то не так сказали? Надо было с Ильи Валерьевича начинать. Я просто ужасно, ужасно на них жла. Я, может, учиться хочу пойти не замуж. Тем более не по любви. Да, Юмичу, но они твои родители, они хотят как лучше. Не обижайся на них. Ага, конечно. Пусть внуки с Алиси лучше парня найдут. Так, этим уже Аня занимается. Как только три миллиона на канале Magic Family стукнет, вот увидишь. Просто Алиска еще не знает, это сюрприз. Короче говоря, вернулась я им по-нормальному, по-собачьей объяснить. Что не надо мне парня искать. Ай, не давай дальше мне их показывать. Так, Юми, это Валентин, он ведущий на телевидении. И красавчик, известный, богатый, по нему все женщины сохнут. Эм, и ты? А, я, да нет. Телек мертв, а мне еще учиться надо. Вот именно, что вы к ней пристали, она еще школу не закончила. Ну так они познакомятся. У них будет цветочный бухнетный период, пока она учится. То есть в универ мне после школы не надо сразу детей рожать. Ну ты же девочка, зачем тебе учиться? А, ну поучишься, а параллельно семья и дети. Эм, ой, я в шоке. Может все-таки не надо Валентина, а? Тогда Виталик Дзю. Спортсмен, обеспеченное будущее. Не пьет, не курит. Правда, женат был пять раз. А, а, а про любовь вы нет? Не слышали, а? Вот именно, мужа по любви выбирают. Вот. В современное время Юмичу любовь штука ненадежная. Ага, конечно, нужен богатый, крутой и пофиг, что вы друг друга не любите. Зато это очень безопасно. Скажи ей что-нибудь, Эйвен. Эм, да. Ой, начинается вот это вот все, ага, вот это вот все, да. Нет, я так не могу, это друждом. А выбора у тебя нет. Ну пап, ну что за фигня? Может дадим ей хотя бы самой посмотреть? Ну, ладно, пусть посмотрит. Но последний выбор все равно будет за нами. Ладно, давай глянем Юмичу, кто там у них еще есть. О, это какой-то бред, конечно, ладно, ну. Это Джон. Правда, он выше, тяжелее больше тебя в 10 раз. Почему Джон, он что, не русский? Просто он тоже суперзвезда, селебрити, он придумал себе такой псевдоним. Он называет себя Са-Са-Са-Супер Джон. Он фотомодель. А, 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 а про простые парни-то есть у вас? Вот это кто? Ой, да нет, это случайно сюда попал, удали. Мы перепутали его с известным пловцом. А по-моему, он очень классный. Мне тут понравился, может с ним познакомиться? Нет, он нам точно не подходит. А это кто такой злой? Ты не смотри, что он злой, зато он сын очень богатых известных родителей. Его зовут Коля, с ним ты будешь счастлива. А знаете что, кто вообще сказал, что они захотят на мне жениться? А вот, кстати, точно да, а? Мы подготовили приданное. Приданное? Что это? Это то, что жених получает за невесту. А, понятно, и что это? Комплект постельного белья с покемонами? Кхм, да. Не смешная шутка, Юмичу, и вообще это не твое дело. Так, не будем ссориться, смотрим следующего кандидата. Да уж, вы меня походу скоро в шоу холостяк отправите. Юми, если что, холостяк это мальчик. Ну тогда в шоу холостячка. Если что, Юми, такого шоу нет. Значит, давай поженимся. Будешь так себя вести, Юми, мы тебя в шоу пацанки отправим. Ты же девочка. Веди себя как девочка, выбирай себе принца. Кстати, про принцев у меня есть неплохой вариант. Граф Андрей Егорыч. Царские крови. А по-моему, он слишком взрослый. Я уважаю всех псов мира, но как же любовь? Та самая, когда бабочки летают в пузе, лапки дрожат во время переписки. Он не знает, какие косточки ты любишь, а ты не знаешь, какой мяч ему выбрать. Вы друг при друге не какаете и не пукаете, но кажетесь друг другу единственными в этом мире. София, тебе откуда про любовь знать? У тебя даже парня не было. А вот это, батя, было грубо. Да ладно, я уже привыкла. Ты же не хочешь быть как тетя Софи всю жизнь одна? А может и хочу. А, спасибо, Миш, по-моему, это было еще грубее. А, прости, Софи. Так, хватит, короче. Как бы ты того не хотела, мы все равно выдадим тебя замуж. За спортсмена Васю, модельера Костю, бизнесмена Петю или миллионера Георгия. Ладно, я уже поняла, что у вас устаревшие понятия об этой жизни. Хотя я имею право быть такой, какой хочу. Вот именно, не выбирать никого и быть чайлд-фри. Не слушать вас, не рожать детей и пойти учиться. Ну почему в вашем списке нет тогда крутых музыкантов или тиктокеров, я не знаю. У меня вот есть тикток, и я там часто вижу классных парней. Ну или хотя бы инстаграм, или ютуб-блогера. Они тоже богатые могут быть. Нет, нам никакие разгильдяи в семье не нужны, ясно? А, понятно, ага. А вот это кто? А кто это? И правда, а кто это? Без понятия, как он сюда попал. А, кажется, я знаю, кто этот молодой парнишка. Молодые парнишки безответственные. Нарожают детей и просят. Да погодите вы уже, отстаньте вы. Кто, 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 кто это такой, а? Кто? Может, может, София бы сюда добавила? Очередной какой-нибудь разгильдей. Ладно, вообще-то это Жан. Даже по имени понятно, вот тебе рокер-музыкант. Убирай его. Вообще-то Жан сын директора компании Платинум. Корм, который мы едим. А, да? Ну и что, он тебе понравился? Ну, нрав, ну ничего такое, ну, по крайней мере, он моего возраста. Нет, в молодых нет уверенности. По матросе ты бросит. Эй, ну была хоть какая-то надежда. Мне вот пофиг, кто, он просто понравился. Я вот сама ему напишу и с вами с ним познакомлюсь. Нет, мы завтра звоним Альберту. Согласна, Альберт шикарный вариант. И поедем с ним знакомиться. Вы вообще меня не понимаете, вам вообще на меня все равно. Стоп, че? Какой еще Альберт? Да ну вас нафиг, я из дома сбегу. Стой, Юмич, успокойся. Мы опять что-то не так сказали. Да фиг эту молодежь поймешь. Короче говоря, мой парень. Субтитры сделал DimaTorzok